В студии Елена Кузовкина. Это программа «Наши новости». Здравствуйте. Вот после продолжительных морозов в регионе немного потеплело, что очень радует. Начинаем новую рабочую неделю уже не с минус 40. Днем ожидается в пределах 14-16 ниже нуля. По данным сайта Гезметио, в ближайшие дни температура воздуха местами будет опускаться всего до минус 9. Правда, ночью по-прежнему холодно до 30-32. Причина в том, что антициклон, больше недели державший в морозном плену всю Сибирь, начал смещаться к северо-востоку. Уже к среде ожидается усиление ветра, местами порывистого возможен снег и гололед. Несмотря на сильные морозы, высока опасность провалиться под лед, уверяют представители МЧС. В Шалаболихинском районе, например, ледовую переправу через реку Обь закрыли. Но с каждой это сделать невозможно, а потому спасатели регулярно проводят акцию «Безопасный лед». Это профилактические беседы с отдыхающими на турбазах, со школьниками и студентами. Кроме того, сотрудники МЧС на днях посетили популярные места зимних рыбалок, вручили любителям зимней ловли памятки и провели инструктаж. Также в ходе акции были проинспектированы официальные ледовые переправы, таких в крае 8, и принятые меры безопасности на неофициальных. Там спасатели расставили предупреждающие знаки. Следующий этап акции стартует 25 февраля, когда значительно будут повышаться весенние риски на водоемах нашего края. Лед будет становиться более хрупким и повышается вероятность провала людей на льду. Продолжаем выпуск. Буквально через пару часов в Барнауле начнутся торжества, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На мероприятие под названием «Время выбрало нас» в концертном зале «Сибирь» соберутся родственники погибших воинов и ветераны войны. Главные виновники памятной даты получат медали к 30-летию вывода войск из Афганистана. Также будут вручены награды Российского Союза ветеранов в подарки семьям погибших. Напомним, 30 лет назад закончился один из последних вооруженных конфликтов, в котором принимал участие Советский Союз, афганская война. 15 февраля 1989 года советские военнослужащие пересек пограничный мост через реку Пянш, разделявшую наши страны. Через афганскую войну прошло более 3,5 тысяч уроженцев Алтайского края, а 153 из них погибли. Да, помню, мы скорбим. И вот еще добавлю, что торжественное мероприятие начнется сегодня в 16 часов в зале «Сибирь». Ну а в одном из торговых центров Барнаула развернулась настоящая детективная история. Полицейским, чтобы задержать преступника, пришлось объявлять план перехват. Первое неладное заподозрила продавец супермаркета, когда из отдела сначала быстрым шагом вышла девушка, а за ней мужчина. Судя по кадрам видеонаблюдения, такое поведение клиентки было вызвано желанием как можно быстрее покинуть здание вместе с украденной из отдела сумкой. Владельцы торговой точки оказались на месте преступления случайно и попытались самостоятельно задержать похитителя, который сел в автомобиль. Она вцепилась за руль, он начал движение. Меня два раза чуть не сбил. И я отскочил от машины, а он тронулся с места и протащил по земле мою жену. После этого он скрылся с места происшествия. Мы вымолчены были вызвать полицию. Менее чем через полчаса правоохранители нашли авто на одной из улиц города, где был задержан нарушитель. Сейчас против мужчины заведено уголовное дело по статье «Кража» и его спутница в розыске. В завершении этого выпуска немного полезной информации. В Барнауле открылся шестой по счету салон оптики «Спектр». Здесь качественно проведут диагностику, подберут оправу, изготовят очки, которые будут радовать вас долгие годы. О том, как сделать свой мир ярче, расскажем в сюжете. Салоны оптики «Спектр» теперь есть практически в каждом районе Барнаула. Новый открылся на улице Георгиева, 44. В каждом салоне оптики «Спектр» есть медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием. На сегодняшний день за подбором очков и контактных линз в «Спектр» ежемесячно обращается до полутора тысяч человек. Наша миссия – подбирать очки и контактные линзы, а также изготавливать медицинские очки высокого качества для жителей Барнаула и Алтайского края. Здесь проверят зрение, как взрослым, так и детям подберут подходящую по цене оправу. Также в «Спектре» представлен широкий ассортимент солнцезащитных очков и контактных линз. А в связи с открытием в новом салоне на Георгиева, 44, весь февраль действует скидка 30%. «Спектр» – преобрази свой мир. А сейчас еще немного о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В регионе потеплело. 16 ниже ноля в Кулындее и Белокурихе, 14 в Бийске, 17 в Рубцовске, в Барнауле небольшой снег и до 16 мороза. Напоминаю, телефон редакции 722 440. Встретимся в вечернем эфире. До встречи.